Пока мы использовали свои программы как навороченные калькуляторы. Конечно, они способны на большее, и наша следующая задача — заставить компьютеры принимать решения, основываясь на какой-то информации. Смотрите, в математике есть концепция абсолютного значения. Оно определяется так. Не беспокойтесь, это просто. Если число положительное, то его абсолютное значение — это тоже число. Если число отрицательное, то его абсолютное значение — противоположное ему число. Проще говоря, отбросьте знак отрицания, если он есть, и всё. Это можно представить в виде расстояния от нуля. Допустим, вам требуется описать чёрный ящик — функцию, которая принимает число и возвращает его абсолютное значение. Вам потребуется создать правило внутри ящика, вроде этого. Это условие, и формально оно выглядит вот так. Теперь давайте напишем настоящую функцию. У этой функции один параметр, она принимает извне один аргумент. Затем идёт ключевое слово if, затем условие в скобках, затем блок инструкции, который запускается, если аргумент отвечает условию. Следующее условие с else if. Else if означает, что если предыдущее условие не было удовлетворено, но это новое условие удовлетворено, перейти к выполнению следующего блока инструкций. Таких блоков else if может быть несколько. Иногда у вас есть множество альтернатив. Теперь, когда мы разобрались с положительными и отрицательными числами, остался ещё один вариант. Что если у числа значение ноль? Заметьте, мы не уточняем, что число явно ноль. Мы просто указываем else. Это значит, если ни одно из вышеуказанных условий не удовлетворяется, переходить к следующему блоку инструкций. Вы можете спокойно считать, что если число неположительное и не отрицательное, оно может быть только нулём. Но иногда мы совершаем ошибки, думая об условиях и альтернативах, а многие проблемы в программировании появляются из-за ошибочных условий. Эти условия в скобках могут быть либо true, истинно, либо false, ложь. Например, нам больше нуля истинно, когда нам равно девяти или пятнадцати, но ложно, если нам имеет значение минус восемнадцать или, скажем, ноль. Как вы видите, математические знаки больше и меньше как бы отвечают да или нет. Истинно, true или ложь, false. Есть другие выражения, которые дают ответы true или false. Вот несколько примеров. Область математики, которая изучает значения true и false, называется алгеброй логики. В целом, утверждения любого типа, не только относящиеся к числам, могут быть истинными или ложными. Например, я человек — это истина, а Китай находится в Южной Америке — ложь. В JavaScript есть значения true и false, и их можно использовать в условиях. Например, вы можете ввести и в true, и это условие всегда будет удовлетворяться, потому что true всегда истинно. В алгебре логики множество аспектов и деталей, но в программировании мы в основном фокусируемся на трех примитивных операциях — AND, OR, NOT. AND используется, когда вам нужно, чтобы два условия были истиной. Я человек, AND — лошади едят траву, true, потому что оба утверждения истинны. Я человек, AND — свиньи могут летать, false, потому что одно утверждение истинно, а другое ложно. И вся конструкция в этом случае объединенной операцией AND — ложна. Символ для AND — двойной амперсант. Это так называемая таблица истинности для операции AND — своеобразная шпаргалка. Так что только true AND true дает true, а все остальные комбинации содержат false, поэтому их результат false. OR используется, если вам нужно, чтобы хотя бы одно условие было true. Тот же пример. Я человек, OR — лошади едят траву, true. Я человек, OR — свиньи могут летать, тоже true. Хотя свиньи и не могут летать. Я человек, поэтому одно из этих двух утверждений — true, что делает всю конструкцию, объединенную OR — true. Символ для OR — две вертикальных полоски. Если в конструкции присутствует true, значит результат true. NOT — это просто, это противоположное. NOT true — это false. NOT false — это true. NOT свиньи могут летать — true, потому что свиньи могут летать — это false, а не false — это true. Символ для NOT — восклицательный знак. В программировании обычно есть множество способов выполнения одной операции. Мы можем написать свою функцию абсолютного значения по-другому и получить тот же результат. Давайте попробуем это сделать, используя новые идеи. Теперь у нас есть всего два условия. Первое. Если число имеет значение 0 или число больше 0, то возвращать само число. И второе. В любом другом случае возвращать минус число. Можно придумать еще один способ записи той же функции, например, используя больше чем или равно. Когда я говорю «та же функция», я имею в виду, что поведение и назначение функции точно такое же, но ее внутренности, набор инструкций, из которых она состоит, могут отличаться. ... ...